Ульяновские фермеры Системой полива зерновых и зернобобовых культур в КФХ «Возрождение», что в селе Озерки Чердоклинского района, ознакомился губернатор Сергей Морозов. По оценке специалистов, внедрение подобной практики может поднять урожайность десятки раз. К слову, система автоматического полива зерновых давно уже применяется, например, в Соединенных Штатах. Зерновые, соя и кукурузы никто в области не плевал. И в России немного опыта. Поэтому ничего другого не получилось, как попробовать самому. На развитие мелиорации в области по распоряжению губернатора будут выделяться дополнительные суммы. Оно должно стать перспективным направлением в сельском хозяйстве. На совете по вопросам продбезопасности, прошедшем здесь же, губернатор озвучил несколько готовящихся кадровых решений. Они должны улучшить управление сельским хозяйством. Своей должности может лишиться руководитель государственного агропромышленного холдинга Александр Братяков. Крайне слабо работает и руководитель агропромпарка. Поэтому пришло время заменить руководителя агропромпарка со всеми вытекающими последствиями. Я думаю, что эти два кадровых решения, если мы их правильно сейчас примем, несомненно улучшат ситуацию. Агропромышленный комплекс включает в себя не только одно сельское хозяйство. Не менее важным компонентом является само производство. В Ульяновской области возрождаются птицефабрики. Одну из них, близ Новой Майны, посетил губернатор. Три года, соответственно, эта птицефабрика не работала. Она была, скажем так, в неком состоянии замороженном. Тем не менее, с приходом нового инвестора были инвестированы у себя порядка 20 миллионов рублей. И эта птицефабрика зажила новой жизнью с ноября прошлого года. Птицефабрика будет не только поставлять куриное яйцо к столу жителей области. В планах также создание собственного производства бройлеров. Дарья Судрева, Данила Ноздряков, Даниил Сурков. Новости Ульянской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова